Уважаемый господин президент, дамы и господа, мы рады приветствовать в Кремле президента Республики Индонезия. Это первый визит господина Джока Видода в качестве президента в нашу столицу, в Москву. Мы очень рады этому событию. Подчеркну, Индонезия – один из наших ключевых партнёров в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Российско-индонезийские отношения носят конструктивный и обоюдовыгодный характер, стабильно развиваются на основе давних добрых традиций дружбы и взаимопомощи. Напомню, что наша страна помогала становлению индонезийской государственности, укреплению позиций молодой республики на международной арене. При участии наших специалистов, инженеров, строителей, в Индонезии были возведены крупные объекты транспортной и промышленной инфраструктуры, стадионы, госпитали, другие важные учреждения, многие из которых продолжают работать и по сей день. Что касается наших с господином Джока Видода сегодняшних переговоров, то они прошли в деловом ключе, были весьма содержательными. Естественно, особое внимание уделили торгово-экономическому взаимодействию, которое демонстрирует хорошую динамику. В 2021 году, например, двухсторонний товароборот увеличился более чем на 40%, а за первые пять месяцев текущего года прирост составил свыше 65%. В этом контексте с обеих сторон была выражена заинтересованность в активизации работы Российско-Индонезийской совместной комиссии по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству. Дополнительные возможности для наращивания взаимовыгодного экономического партнёрства, увеличения коммерческих обменов между нашими странами – всё это открывает новые возможности. В большое значение придаём и созданию зоны свободной торговли между Индонезией и Евразийским экономическим союзом. Рассчитываем, что до конца года состоятся переговоры по соответствующему проекту соглашения, и они будут результативными. В Индонезии работают многие наши компании, энергетические в том числе. Проявляется интерес к развитию национальной атомной энергетики. Госкорпорация «Росатом», располагающая уникальным опытом и компетенциями, не имеющими мировых аналогов технологий, готова поучаствовать в совместных проектах, в том числе связанных с энергетическим применением ядерных технологий, например, в медицине, в сельском хозяйстве. Имеется хорошая перспектива для деловых контактов по развитию транспортно-логистической инфраструктуры. В частности, компания «РЖД» могла бы подключиться к реализации масштабной инициативы руководства Индонезии о переносе столицы страны на остров Калимантан. В этой работе масштабной, безусловно, могла бы принимать и российская столица, Москва, которая демонстрирует очень хорошие темпы и качество собственного развития. Естественно, в ходе переговоров с господином Джоком Идодом уделили внимание такой значимой области сотрудничества, как гуманитарный, культурный, туристический, образовательный обмен. Этому в том числе будет способствовать смягчение антиковидных ограничений для поезда к граждан, а также существующий безвизовый режим. Обсуждается возможность возобновления прямого авиасообщения из Москвы на курортный остров Бали. Ещё одно перспективное направление гуманитарного взаимодействия – расширение межрегионального и межрелигиозного диалога с учётом того, что по численности населения Индонезия является крупнейшей в мире исламской страной. Упомяну, что недавно впервые в истории Джакарту посетила делегация российских мусульманских регионов. Конечно, говорили по вопросам, которые сегодня интересуют весь мир, все страны, имея в виду снабжение мировых рынков продовольствием, другими товарами сельского хозяйства, в том числе минеральными удобрениями. Мы не раз подчёркивали, что разбалансировка рынков продовольствия – это прямое следствие многолетней и безответственной макроэкономической политики ряда стран. Бесконтрольные эмиссии и накапливание необеспеченных долгов, и ситуация усугубилась с началом пандемии коронавирусной инфекции. Однако западные страны, не желая признавать ошибочность своего экономического курса, ещё больше дестабилизируют глобальное производство сельхозпродукции, вводя ограничения на поставки российских и белорусских удобрений, затрудняя экспорт на мировые рынки российского зерна, усложняя страхование перевозящих зерно сухогрузов и проведение банковских оплат по торговым контрактам. Подчеркну ещё раз, Россия была и остаётся одним из основных мировых производителей и экспортеров продуктов питания. Поставки наших сельхозтоваров осуществляются в 161 страну мира. В прошлом году экспортировали более 43 миллионов тонн зерновых, из них только пшеница – 33 миллиона тонн. В нынешнем году прогнозируем хорошее урожае зерна, что даст нам возможность наращивать на внешние рынки наши поставки до 50 миллионов тонн соответствующей продукции. Точно так же готовы в полной мере удовлетворить спрос аграриев из Индонезии и других дружественных государств, азотные, фосфатные, калийные удобрения и сырьё для их производства. Как известно, доля России на мировом рынке минеральных удобрений составляет 11%, а по некоторым наименованиям превышает 20%. В прошлом году поставили за рубеж 37 миллионов тонн этой продукции. И мы, безусловно, намерены и далее добросовестно исполнять свои контрактные обязательства по поставке продовольствия, удобрений, а также энергоносителей и других критически важных товаров. В этой связи считаем крайне важным восстановить нарушенные санкциями цепочки поставок. В ходе переговоров, разумеется, затрагивались также и некоторые другие наиболее актуальные региональные и международные проблемы. Я подробно проинформировал господина Президента и о ситуации, которая складывается на украинском направлении. Россия и Индонезия стремятся координировать позиции в рамках ООН и других международных организаций, включая и Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии, где Индонезия будет председательствовать в следующем году. К слову, на днях господин Джоко Видода в качестве приглашенного гостя участвовал в саммите BRICS+. Мы, безусловно, поддерживаем усилия Индонезии и лично господина Президента по подготовке и проведению двадцатки, которая в этом году должна состояться в Индонезии. В заключение хочу еще раз поблагодарить господина Президента за продуктивный переговор. Убежден достигнутые сегодня договоренности будут способствовать дальнейшему укреплению Российско-Индонезийского многопланового партнерства. Благодарю вас за внимание. Beberapa hal yang saya bahas dan saya sampaikan dalam pertemuan. Yang pertama, bahwa isu perdamaian dan kemanusiaan selalu menjadi prioritas politik luar negeri Indonesia. Konstitusi Indonesia mengamanatkan agar Indonesia selalu berusaha berkontribusi bagi terciptanya perdamaian dunia. Dalam konteks inilah saya melakukan kunjungan ke GIEP dan ke Moskow. Yang kedua, sebagaimana yang saya sampaikan di GIEP, walaupun situasi saat ini masih sangat sulit, namun saya tetap menyampaikan bahwa penyelesaian damai penting untuk terus dikedepankan dan juga ruang-ruang dialog terus bisa dibuka. Saya telah menyampaikan pesan Presiden Zelensky untuk Presiden Putin dan saya sampaikan kesiapan saya untuk menjadi jembatan komunikasi antara kedua pemimpin tersebut. Yang ketiga, saya tadi banyak berdiskusi dan menekankan bahwa pangan dan pumpuk adalah masalah kemanusiaan merupakan kepentingan masyarakat dunia dan ratusan juta orang terdampak dengan terganggunya rantai pasok pangan dan pupuk, terutama di negara-negara berkembang. Saya sangat menghargai Presiden Putin yang tadi menyampaikan bahwa memberikan jaminan keamanan untuk pasokan pangan dan pupuk, baik dari Rusia maupun dari Ukraina. Ini sebuah berita yang baik. Kemudian, yang keempat, demi kemanusiaan, saya juga mendukung upaya PBB untuk reintegrasi komoditi pangan dan pupuk Rusia dan komoditi pangan Ukraina untuk masuk lagi dalam rantai pasok dunia. Dan khusus untuk jalur ekspor produk pangan Ukraina, terutama melalui jalur laut, tadi sekali lagi Presiden Putin sudah memberikan jaminannya. Dan yang kelima, tadi kami berdiskusi panjang mengenai kerjasama antara Rusia dan Indonesia, baik di bidang investasi, di bidang perdagangan maupun di bidang turisme, yang akan kita tindaklanjuti dengan membentuk tim agar bisa membahasnya secara detail. Sebagai penutup, dapat saya sampaikan bahwa Indonesia tidak memiliki kepentingan apapun, kecuali ingin melihat perang dapat segera selesai, dan rantai pasok pangan, pupuk, energi dapat segera diperbaiki, karena ini menyangkut kehidupan ratusan juta orang, bahkan miliadan manusia. Saya mengajak seluruh pemimpin dunia untuk bekerja sama kembali, menghidupkan semangat multilateralisme, semangat damai, dan semangat kerjasama. Hanya dengan spirit itulah perdamaian dapat dicapai. Terima kasih, Burian Putin. Terima kasih. Terima kasih.